Добарывается, да. Единственное, я отмечу, что вот в принципе в США очень интересный подход. Там на возраст так сильно не смотрят. Если спортсмен показывает хорошие результаты, то вполне по силам стать лидером сборной, получить там, скажем, олимпийскую лицензию. Ну и тем более, что вот такой огромной скамейки запасных в американской команде нет. В последние годы, честно говоря, немножко просели американцы. Причин не знаю, не вникал, не разбирался, но это видно. Это видно по результатам. После того, как Харрисон Кайло дважды победительница Олимпийских игр ушла на большие заработки, погналась, как говорили в советское время, за длинным рублем UFC-шным, что-то у них не очень хорошо. Что касается Бразилии, эти традиционно держат свои позиции. И тому, чем команда в основном была возрастная, до сих пор остались в бразильской команде, ну, во всяком случае, здесь будет бороться в последний день Рафаэль Силва. Это ветеран тяжелого веса, значит, бразильского зидо ему хорошо за 30. Но по-прежнему, а что делать? Вот мы, те, кто побывали на Олимпийских играх в Бразилии, посмотрели, что, конечно, спорт – это колоссальная возможность для этого региона с достаточно бедным населением. И поэтому за такую возможность держатся. Если он позволяет силы, результаты, почему бы нет? Но, тем не менее, в бразильской команде потихонечку идет омоложение. И появляются новые интересные спортсмены. И, в частности, вот та же самая Феррера, которую мы наблюдаем. Она в девятнадцатом году была брозой медалейской в Сальдинии. Лидерно отмечу, что мирового рейтинга в легчайшей категории француженка сейчас опасно, конечно, растягивала спину. Еще коленочку в спину вставила, защищаясь Феррера. Такая травматичная история может быть. Так вот, номер один – Ширин Букли, француженка Цунода Японка на второй позиции. Потом испанка Фигуэро, Джулия. Ну, вот такой расклад ближайших спортсменок, которые в рейтинге стоят. Значит, что касается россиянок, то, еще раз отмечу, наши девчонки и ребята не выступают. Строковую строчку Сабина Гелязова сохраняет. Ирина Долгова в сорок седьмую строчку. Ну, ждем-ждем, когда дадут возможность бороться. Команда, конечно, откровенно говоря, сголодалась. И отрадно, что в Российской Федерации нашли возможности так выстроить соревновательный процесс, что сильнейшие россияне, плюс еще Белорусы участвуют, стараются приглашать из ближнего зарубежья и систему турниров, входящих в российские турции ДО. Плюс гонорарная часть, мотивационная, ну, финансовая, она, конечно, дает возможность с нашим бороться. И конкуренция хорошая. Плюс, вот, в прошлом сезоне то, что я наблюдал, мне очень понравилась молодая смена, которая уже вливается в сборную, а многие стали членами сборной национальной. Именно огромная благодарность тем тренерам, тем школам, которые готовят вот этот, уже не резерв, а уже, в общем-то, многие стали и в основном составе, даже лидерами. Ребята очень хорошо подготовлены. То есть, когда демонстрируют великолепную технику и стоя, и лежа, и тактические схемы, хотя здесь они очень сложны, потому что скорость в поединке 4-х минут, вы понимаете, здесь, так сказать, диапазон для тактики, он очень ограниченный. Ну, такая тенденция во многих, вот, олимпийских единоборствах, в федерации борьбы такая же схема. Напомню, кто не знал, что вот, большую часть олимпийской истории борьбы поединок проходил из трех отрезков по 3 минуты с минутным перерывом. Конечно, тут можно было разложить совершенно, ну, необычную тактическую схему, предложить. И они срабатывали, и выручали, и приносили результаты. Сейчас поединок состоит из двух отрезков по 3 минуты, поэтому скорость, скорость. И недавно я с товарищем разговаривал, что, конечно, огромный урон борьбе нанесли изменения правил колоссальных, причем кардинальных, которые произошли в 2000-е годы. На мой взгляд, это слом был, прямо слом, знаете, становый слом. Дзюдо пробуют увеличить зрелищность, пробуют аккуратно, делают шаг вперед, там, или два шага вперед, шаг назад. Вот мы видели, как был период, когда количество в Азаре было просто огромное. Конечно, затем пришли к логике и стали, оставили две оценки в Азаре, все-таки это полпобеды. Ну и многие другие правила, то есть ищут. Основная задача в колоссальной конкуренции за спортивные деньги, конкуренции за телевизионные каналы. И в том же интернете, вот, казалось бы, да, все ушли в интернет, у каждого своя площадка. Ну аудитория-то та же. А вот чтобы за его воевать, аудиторию, вот федерации ищут, ищут возможности для спорта сделать его более зрелищным, более популярным, отличный бросок. И падение 90 градусов Феррера в Golden Score на 34-й секунде подловило. Еще смотрит, отменяет, отменяет. Да, все-таки, видимо, падение Рауль Камачо, вдохновленный, так сказать, этой контратакой. Да он и должен был, в общем, дать оценку. Но у него есть коллеги, которые... Это три специалиста, руководитель Татами, и два так называемых боковых арбитра, которые осматривают боковые камеры. Таким образом, имеют шанс увидеть атаку и падение. Видите, бок, но большая часть живота, не 90 градусов, а больше тела, возгнута к животу, да, это не оценивается. Если 90 градусов, то это Лазаре. Но звоночек такой должен на плеч лаборду. Затягивается схватка. Очень прямолинейно действует американка. И в своей прямолинейности, уже на фоне усталости, конечно, вот качество атаки не видно. Короткими такими подножками Тая Тош выстреливает периодически Феррера. Такой скоростной вариант. Немножко в стиле Ялдоса-Сметова. Это звезды казахского дзюдо. Друг в друга атака. Поэтому, что называется, грудь в грудь. Ну, ситуация равная. И американка тем самым имеет шанс. Более того, ей, по большому счету, вот этой 32-летней спортсменке, у нее большая жажда выиграть свою медаль. Чем ты старше становишься, тем это все достается сложнее. Ну что? Опять равенство в замечаниях. И, ну, очень-очень прямолинейно. Все это читается. Как-то поумнее бы американки действовать. Столько раз она тащила вправо на бросок через спину. Попробовать в обратную сторону. Уже прикормила зацепами. Старается. Сейчас пропускает. Кстати говоря, если продавили под подбородок отворот, ситуация пограничная. И нам отсюда не видно. Но, похоже, сдача. Похоже, сдача. Отключилась. Отключилась лоборда. Да. Задушена была. Это стало заметно чуть раньше. Но в дзюдо не принято, как в войной борьбе, арбитру прыгнуть, скажем, на ковер упасть и смотреть. Стоят, как оловянные солдатики. И чуть раньше бы дал команду. Да. Тем не менее, Феррера провела удушающий захват. Это чистая победа. Красиво выигранная встреча. Бразилия, Испания. Эти страны. В 48 килограммов выигрывают бронзовые награды. Ну, а в финал у нас хозяйка татами, хозяйка турнира. Тамар Малко, Израиль. И триумфатор парижского шлема, недавнешнего совершенно, француженка Блондин Понт.